Я, конечно, очень сильно люблю машины, да? И сегодня, сейчас машины у меня, естественно, иномарки. Но с другой стороны, если бы мы все это дело вернулись, на круги своя, когда можно было машины купить, в принципе, всегда их можно было купить, надо было только хорошо работать для общества, для государства, тогда не были бы это иномарками. Ну и наши машины были тоже очень даже неплохие. К тому моменту, если бы я пошел в коммунистическую партию, а я именно пошел бы в коммунистическую партию, да, потому что я был пионером, октябренком, комсомольцем, естественно. В 91-м году я собирался вступить в коммунистическую партию Советского Союза, но там кое-что случилось, да, и, к сожалению, коммунистической партии Советского Союза ее и не стало. При этом коммунистическая партия Советского Союза ничего мне не говорила. Я верил в Бога, я спокойно пошел в церковь на поселке Димитрово и покрестился там. Это было хорошо. Теперь вопрос другой возникает у меня сегодня, сегодня, сейчас, естественно. То есть вы думаете, что я такой навороченный, езжу на всем. Ну да, я езжу навороченный. Вы должны понять, что вот здесь у меня возникла проблемка. Реальная большая проблемка, да? Хорошая проблемка. Вот. Вот в это дело я уже вложил 3,5 миллиона рублей. Мне помогли, естественно, деньгами. То есть я стараюсь жить для вас, естественно. Но, к сожалению, сегодня, сейчас у меня просто пенсия. Не такая уже большая, 12 800 рублей. Вот на эту пенсию я пытаюсь прожить. Все остальное, ну, я не знаю, как это все делать. Так вот, вы сейчас видите склик. Почему сейчас идет склик? Потому что на улице идет дождь. Мне, в принципе, все лето, потому что, ну, мне нравятся летние дожди. Потому что потом уже после такого грибного дождичка можно и за грибочками подсходить. Вот. Поэтому я немножко камерку убрал. Вот. Машину, естественно. Машина – это часть моего реквизита. Как вы прекрасно понимаете. Не все меня снимают. Поверьте мне, я даже в городом одиночестве работаю. Иногда меня снимают. Но в основном, как бы, ну, я использую то, что должно было бы быть. К слову о том, что я в действительности у меня. Да, я очень люблю ремонтировать машину. Очень люблю ремонтировать машину. Просто это для меня счастье такое, понимаете. Поэтому не может быть человек, который, не ремонтируя машину, вам про это дело может рассказать. Нет, это все бред силы кобылов. Когда там много. Их много конкурентов, естественно. Я говорю, а вы машину-то делали? А, оказывается, мы машину-то не делали. Я говорю, ну, хорошо, хорошо. Как-то вот так и получается. Что машину не делали, машину ломают все. Но чтобы машины вы делали, что надо? Нужен инструмент. Машина не та часть. Поэтому машину никуда не поставишь. Она стоит рядом с моим домом. Ну, и люди, естественно, тут ездят. Просто я вчера недавно посмотрел. Сергея Михалкова. Ну, такой очень хороший специалист. Его тоже он вчера что-то там объяснял. Что лошадь не очень хорошо. И я там обратил внимание. Я как специалист. Я просто видел эти склейки. Потому что я могу долго беседовать с вами. Потому что мы с вами общаемся. А они немножко по-другому работают. И у них там склейки такие иногда случаются. Ну, ладно. Тоже тема другая. Тема другая. Тема сегодняшнего разговора. То есть, как вы прекрасно понимаете, я так же страдаю. То есть, я страдаю от мародеров. Вспомнив про красную я веду. В свое-то время была такая штука под названием красный террор. По сути событий, ничего плохого-то и не было. Два красных террора были. Первый. В первую. Получается, после Первой Мировой войны. Когда у нас тараканчики возникли. И второе. Когда у нас была Вторая Мировая война. Так вот. Тогда, когда был красный террор, что делали? Они просто уничтожали мародеров. Мародеры. Это что такое? Мародеры решили спереть кое-что. Понимаете? К сожалению, у нас не красный террор. Но, тем не менее. Я бы этих людей отправил бы, естественно, куда? В тюрьму. Другого варианта нет. Я же вам только что объяснил. Размеры моей пенсии. Они не самые большие. То есть, у меня реально сперли четыре инструмента. Четыре. То есть, если вы увидите эти инструменты. Уж, пожалуйста, сообщите мне. Я сейчас два телефона скажу. По одной простой причине. Ну, пункт номер один. В Магнитогорске эти инструменты в большом количестве не присутствуют. Поверьте мне. То есть, первоначально. Первый инструмент у меня сперли. Если вы внезапно у кого-то это дело увидите, обязательно позвоните мне. Я же вам объясняю. Человека надо наказать. Такое невозможно случиться. Представляете, один инструмент уже где-то 15 тысяч рублей. Ну, я уехал. Просто. Где это дело случилось? Стоянка была... Металлург 3. Я буквально открыл немножко багажник. И спустился вниз. Представляете, да? Вот. У меня увели инструмент Johnny Swaze. Вы это поймете. Вот в таком зеленом корпусе. Вот. Вы это дело поймете. Мало того, я сейчас объясню, что это такое. Это хороший, реально хороший, грамотный инструмент. Единственное, на что вы можете посмотреть, там были два таких наборчика. Для поворота. Один был не в хорошем состоянии, он уже кончился. А другой я новый купил. Представляете, я новый купил, эту штуку. Вот. И молоточек там был. Ну, как вы прекрасно понимаете, я люблю делать. Я все делаю аккуратно, вытираю, естественно. Но, к сожалению, такое случается, что молоточек у меня немножко засаленный был. Хотя я очень хорошо. То есть я каждый раз инструмент беру, а потом его чисто-чисто вытираю. Это спасибо большое Валерию Юрьевичу Гиммервеху. Вот. Он меня этому делу научил. И я сейчас с большим удовольствием отработаю за этим инструментом. Если вы эту штуку увидите, она такая, ну, достаточно серьезная, большой инструмент. Вот. Обязательно позвоните мне. Мы найдем того человека, кто это делал, либо своровал, либо просто перепродал. Вот. Пойдем в полицию, естественно. Как по-другому-то. Вот. И по-другому не получается. Зачем вы воруете то, что вам не принадлежит? Объясните мне. Да, это инструмент дорогой. Реально дорогой инструмент. Кроме всего прочего, с этим инструментом ушел домкрат. Ну, домкрат вы сразу понимаете. Он обыкновенный, серебристый такой. Двухтонный домкрат. Подтягивается под машину. Стандартная тайваньская штучка. То есть весь этот инструмент он сделал в Тайване. Потому что самый лучший инструмент он сделал в Америке. Я потом еще эту штуку себе и куплю. Когда-нибудь. И у него, получается, то, что заходит под машину, я его просто прибил из-за лизобетона. Вы поймете. То есть там ось. Я ее хорошо забил, так чтобы она никуда не девалась. Если вы и то, и другое заметите у кого-либо, обязательно позвоните ко мне. Мы этого человека, естественно, накажем. Или найдем того человека, кто ему все это дело продал. Мало того, я эти инструменты, естественно, выкуплю. По той самой цене. Или мне без разницы, какая будет цена. Потому что это был мой инструмент. Вопрос номер два. Буквально вот. Этот материал я бы сделал 20-го числа. Потому что 20-го числа у меня сперли еще один инструмент. На Сурикове 11. Место не сильно крутое было. Тем более шел дождик. Небольшой такой инструмент. Он был в пакетике. Но это не сильно пакет был. Это раскладушка такая была. Раскладушечка на замочках. Замки были сделаны из магнита. Такая небольшая. Черный цвет. Каков там был мой инструмент? В принципе, стандартный. Там никаких тараканов не было. Единственное, что там было два ключа на стандартные ключи. На 16. И еще были такие штучки. Вот такие. Крутилочки. Понимаете? Для откручивания. Я их много взял. Таких штук для откручивания я вообще в природе не видел. Если вы это дело увидите, обязательно позвоните ко мне. То же самое. Сумма не сильно большая. Но 2-3 тысячи рублей для меня это проблема. И опять же, на Суриково 11. Дело-то было, грубо говоря, 27-го числа или 26-го числа. То есть я просто... Это вообще было прикольно. То есть я отошел от своей машины. Машину я... Здрасте. Просто открыл багажник. Представляете? Я отошел от своей машины на 20 минут. Я просто Паша там решил помочь. И в этот самый момент у меня украли еще один инструмент. Форс. Обыкновенный, такой же тайваньский, хороший форс инструмент. Вы это все дело поймете. Никаких там особых проблем нет. То есть... Он синего цвета, естественно. Так вот на этом инструменте синего цвета отсутствуют защелки. Они просто вылились, естественно. Потому что тут старый, хороший, мне реально нравящийся инструмент. Маленькая еще такая проблемка в нем заключается. То есть там... Кусачки... Кусачки были не того цвета. Понимаете? Если вы все это дело увидите, обязательно позвоните ко мне. Я вам еще в оконцовочке сейчас телефончики дам. Мы должны это дело наказать. Потому что я не сильно люблю мародеров. Я их ненавижу. Понимаете, о чем я говорю? Продолжение следует... Продолжение следует...